Ну что, ребята, летим назад в 60-е! Я, как и многие, связанные с нашим хобби, люблю эстетику винтажной аппаратуры. Ну, во-первых, это то, что так или иначе связывает нас с лучшими годами нашей юности, молодости. Во-вторых, эта эстетика сама по себе очень крутая. Золотая эра аудио, борьба между легендарными теперь уже производителями не на жизнь, а на смерть и все такое. И в-третьих, совершенно иной опыт использования всего этого. Все эти кнопочки, рычаги, стрелочные индикаторы воспринимаются более монументальными на фоне современных тачскрин дисплеев с нарисованными интерфейсами. И многим из нас просто хочется чего-то более настоящего. Но, как обычно, есть одна проблема. Старая аппаратура уже действительно старая. И в плане надежности там все скорее плохо, да, чем хорошо. Говорю вам, как человек, у которого достаточно много старой техники было и сейчас есть, и с ней всегда есть проблемы. И даже если сейчас нет проблем, то совершенно точно они скоро появятся. А приведение всего этого в порядок и соответствующее техобслуживание стоит очень даже не дешево. И на этом фоне нам показалось, что для таких вот людей, кто хочет с одной стороны иметь хорошую технику, да, а с другой наслаждаться эстетикой золотой эры аудио, можно собрать по-настоящему интересный сетап, который будет отвечать всем этим требованиям. Благо, сегодня в 21 веке остались те самые легендарные производители. И мало того, оказывается, они до сих пор производят аппаратуру, которая в той или иной степени перекочевала к нам прямиком из тех лет. И, как мне кажется, у нас это получилось. Более того, в начале всей этой затеи я даже предположить не мог, что выйдет настолько круто. Итак, ребята, встречайте, наш потрясающий современный винтажный сетап. Начнем мы с источника, и это прямо отдельно у склада. Вы сейчас оцените. Конечно же, здесь это проигрыватель винила. И это торренс TD-124DD. Вы только посмотрите, это прямо почти точная копия легендарного 124-го торренса 57-го года. Здесь практически такое же цельнолитое шасси и новый массивный лаковый стол. Класс, да? И они даже тонармии МТ повторили почти один в один на вид. Правда, этот уже называется торренс TP-124. И вот вам для сравнения неповторимый, ну то есть повторимый оригинал. Вы только посмотрите, ну почти нет отличий же. Да и голова, ребята. Здесь все так же легендарный артофон СПУ стоит. Одна из самых крутых артофоновских голов. Ну прямо тру, я считаю. Молодцы в торренте, сохранили его, создали все, что надо и добавили то, чего не хватало. Например, в отличие от старого, этот 124DD, как видно из названия, Direct Drive, то есть с прямым приводом, в то время как оригинал был роликовым. Есть, конечно, разные мнения на этот счет, какой привод лучше, но закрыть этот вопрос люди за все эти годы так и не смогли. А здесь же шпиндель вращается напрямую специальным новым, очень тихим 12-полюсным мотором. Хорошо это для вас или плохо. И еще этот вертак выгодно отличается от винтажа тем, что у него на борту балансные разъемы. Идем дальше, ребята. Усилительная часть у нас состоит из не менее заслуженных компонентов. Лампового предусилителя Macintosh C22, который выпускается, и это невероятно, друзья, почти 60 лет. Представляете, насколько это крутая конструкция? Она пережила почти все аудиофильские революции и с относительно минимальными изменениями добралась до нас. Внутри здесь двойные триоды, точно такие же, которые ставили в 60-е. Однако у современной версии уже есть балансные разъемы на борту, настоящий взрослый усилитель для наушников и великолепный MMC-фонокорректор с возможностью регулировок импеданции емкости. И управляет он, наверное, самым известным ламповым усилителем в мире, легендарным MC275, который выпускается с 61-го года. Разумеется, это уже версия наших дней. Это MK6, которая уже успела получить кучу всяких наград, снабженная всем тем, что есть сегодня у Macintosh. Но в целом это практически та же ортодоксальная конструкция с той же схемотехникой, что и при Френке Макинтоше. Разве что здесь уже светодиодная подсветка лампы, сделанная по последней моде. Этот мощник в стереорежиме выдает 75 Вт на канал, независимо от импеданса ваших колонок, 4, 8 или 16 Вт. Плюс вы можете объединить его каналы в один, и тогда из него выйдет моноблок с мощностью 150 Вт. И, кстати, эти штуки до сих пор изготавливают вручную в США. Конечно же, и к подбору колонок мы подошли не менее тщательно. Так что у нас здесь оказались Clipsch Heresy 4, не менее легендарные, чем все эти компоненты колонки, которые разработал еще сам Пол Клипш, и которые выпускают аж с 1957 года, ребята. Собственно, вы безошибочно определите по виду, что это самый настоящий олдскул. Кстати, их делают парами вручную прямо в США с идентичной отделкой шпоном, и эти пары обязательно согласовывают между собой по параметрам. Конечно, в наши дни конструкция претерпела некоторые изменения, и хотя это все те же трехполосники с рупорным оформлением высокой среднечастотных драйверов и просто огромным 30-сантиметровым вуфером, эти драйверы, конечно, куда более крутыми, чем ставились в эти колонки в 1957. На высоких здесь компрессионный твиттер с титановым куполом, на средних тоже компрессионник с диафрагмой из полиамида. Оба они помещены в фирменные рупоры, позволяющие расширить диафрагму направленности так, что эти колонки почти не требуют точной направленности, как многие современные модели, да? И в принципе, вы можете их параллельно даже ставить, и ничего особенно плохого не произойдет со звуком. Ну и этот огромный красавец-вуфер, конечно. Главный элемент, приковывающий взгляд к этим колонкам. На вид он кажется бумажным, но на самом деле здесь кое-что посерьезнее, чем обычная бумага. Это целлюлозный композит. Плюс у драйвера усиленная магнитная система, и еще одно заметное отличие от тех старых колонок. Здесь в конструкции добавлен фазоинвертор, позволивший расширить диапазон басов почти на 10 Гц. Ну и, конечно же, здесь уже двойные клеммы, так что вам доступен биампинг, бивайринг и все такое. Внутри здесь уже стоят современные кроссоверы. В Клипш говорят, что они использовали только отборные комплектующие, и что эта конструкция ни много ни мало лучшая в своем классе. Этот фильтр аналогичен тем, который используется в легендарных колонках Клипшхорн, Ласкало и Корнволл. Разводка недешевыми кабелями в карбоновой изоляции производства Аудиоквест, наполненные моножилой из длиннокристаллической меди. И чувствительность, ребята, у этих колонок впечатляющие по сегодняшним меркам 99 дБ в паспорте. В общем, красивая связка у нас получилась, целиком из легендарных компонентов, которые, к счастью, делают в наши дни. Эстетика это, конечно, хорошо, но самым большим вопросом для меня было, насколько все это может звучать, особенно на современной музыке. Я предполагал, что условно олдскульные жанры будут хороши, трубы, олдовый джаз, какие-то живые исполнения и все такое. Но как дела обстоят с тем, что выпускают в наши дни? И особенно с какими-то более современными записями, чем бибоп середины прошлого века. В общем, я начал с 45-х к американской индитроник-группе Фонтограм, сочетающей в себе очень хорошо записанные поп-мотивы с женским вокалом и с выверенными электронными дэнс-хип-хоп-приемами, что результирует в доступную, но достаточно интересную музыку, которая еще и спродюсирована классно. И вот, глядя на наш сетап, который, ну, кажется, не сочетается со всем таким, ты оказываешься просто в плену вокала Сары Бартл, который прямо разливается перед тобой. Эта система, оказывается, просто дышит звуком. Он внушительный, в первую очередь живой. Даже на такой музыке с минимумом живых инструментов ты получаешь какой-то эмоциональный удар. Звук настолько крутой, динамичный, открытый, что вообще не может вызывать каких-то вопросов. И, кстати, никакого тут особенного винтажного налета или окраса в звуке, в общем-то, и нет. Очень чисто, очень прозрачно и вкусно. И, кстати, что меня удивляет, особенного лампового жира и густоты тоже нет. Ну, то есть ламповый окрас присутствует. Ты понимаешь, что это лампа по вот этому вот богатому дыханию, летящему на тебя из колонок. Но при этом звук совершенно не вязкий. И если не знать, то вполне можно подумать, что звучит транзистор. Дальше пошел Воларфлекс. Если не знаете, это чувак из Сыктывкара, который очень похож на всем известный Бурял. Причем по качеству тоже. Очень неплохо. Это один из самых интересных электронных музыкантов в этом жанре в России, на мой вкус. Возможно, потому что он звучит как-то по-английски. Да и популярен он больше там, чем у нас, к сожалению. И что интересно и круто, он делает пластинки исключительно малыми тиражами. И вот то, что у Воларфлекс издано на пластинках, нет на стриминге. Ну, понятно, какие-то любительские рипы можно найти в сети, да? Но я бы не стал из уважения к музыканту. Лучше сходите к нему на Bandcamp и купите за 3 копейки цифровую копию. Поддержите человека, если нравится его музыка. Так вот, дикая электроника с нойзом всех возможных сортов, но на какой-то особый уровень выходит. Ручаюсь, так современную электронику вы еще не слышали. С винила, снимаемая с пушкой, усиливаемая легендарными американскими ламповыми усилителями и летящая прямо на вас из рупоров этих олдскульных ящиков. Слушайте, ну реально, электроника с рупорным окрасом – это огонь, ребята. Это легкость, детальность и, удивительно, скорость. Этот большой бумажный динамик, в общем-то, и не тормозит. Отлично настроенные колонки получились у клепшей. Ну, конечно, как ни крути, на такой системе грешно не послушать олдскул. И я припас вам парочку отличных пластинок, находящихся чуть глубже, чем на поверхности. Первая – хороший и трушный американский блюз «Дети Блюз Бэнд» издания 67-го года. Очень люблю эту пластинку. И вот здесь, конечно, она просто оживает. Инструменты прямо осязаемые, потрясающе звучит. Вот, казалось бы, 67-й год на дворе, а как вкусно записано. Очень много деталей, много динамики. Каждая мелочь вкуснейшая отрабатывается. И, что немаловажно, очень аккуратно, достоверно. И вторая пластинка – альбом 71-го года обалденной английской группы «Спринг», не издавшей, кажется, больше ничего, кроме этой пластинки. Но это настоящий бриллиант, ребята. Чумовая пластинка от самого начала до конца. Кстати, не ходите на дискокс и не смотрите, сколько стоит оригинал. Не травмируйте себя. На самом деле, достаточно купить вот такое вот двухдисковое переиздание от «Акармы» 2012 года. Очень достойно звучит, вопросов вообще нет. Это даже отмечают те, кто сравнивал ее с оригиналом. Да, в общем-то, и в «Тайдл» этот альбом тоже есть. И эта пластинка тоже отлично звучит. Причем, вот этот аналоговый характер записи 71-го года здесь абсолютно не утерян. Вся эта вкуснота, за которую мы любим старые пластинки, здесь есть. Все-таки вот СПУ, конечно, потрясающая голова. Мне кажется, если вы любите копаться в старых пластинках, то, помимо прочего, нужно иметь такую голову. Правда, вам потребуется под нее соответствующий тонарм для тяжелых голов. Собственно, как вот здесь. Ну и да, кто может позволить себе купить такой вертак, точно не пожалеет, конечно. Как, собственно, и всю систему. Удивительно гармоничный сетап вышел. И жанровый, с одной стороны. Блюз и рок старый божественно звучат. Больше желать нечего. А с другой, хочешь что-то более современное? Пожалуйста. Это особенное сочетание характеров всех компонентов остается достаточно универсальным, подходящим для большинства музыки. И что особенно мне понравилось, в этом звуке есть какая-то приятная теплота, благородство, порода. Почерк этот располагает тебя, ну не знаю, налить небольшой бокальчик чего-нибудь хорошего и дорогого, и просто отключиться и сидеть кайфовать до самой ночи. Мечта. Мечта.